Здарова, друзья! Почти подошел к концу 2017 год. За этот месяц я уже сделал парочку итоговых видео о лучших играх и событиях этого года. И напоследок решил затронуть тему самых скандальных игр этого же года. Взять, к примеру, 2016, где самым скандальным игровым событием можно назвать только релизы третьей мафии. Еще, конечно же, The Division получилась весьма спорным релизом, но ее обсуждение и рядом не стояло с информационным полем мафии. 2015, кстати, тоже не особо шумел. В общем, 2017 стал самым жарким годом для игровой индустрии за последние лет 10. Скандалов было очень много и о самых жарких и спорных релизах этого года мы сегодня с вами и поговорим. А сегодня я хочу порекомендовать вам игру, которая пользуется огромной популярностью вот уже больше 10 лет. Lineage 2. Но несмотря на ее возраст, она все еще актуальна и все еще регулярно получает обновления. Одно из последних обновлений добавило в игру массу нового контента. Обновило баланс и упростило прокачку. Теперь улучшать своего персонажа стало еще проще и приятнее. Игра дружелюбна как к новичкам, так и к ветеранам. Ну а если вы перейдете по ссылке в описании прямо сейчас, то вдобавок ко всему получите премиум аккаунт. Ссылка в описании. Первым громким скандалом этого года стал выход игры Mass Effect Andromeda. Опасений по этой игре было очень много. Поводом тому послужила ее, скажем так, пелена тайны разработки. Но вот смотрите сами. EA всегда на E3 привозит очень много геймплея своих не вышедших игр. Рекламная кампания таких проектов как Battlefield или вон Battlefront занимает всего полгода. Показали весной, выпустили осенью. А вот и другие игры от Electronic Arts, такие как Mass Effect, могут показывать и рекламировать годами. Поэтому все ждали первого полноценного геймплея на E3 2015. В итоге получили всего лишь небольшой тизер-трейлер. Все ждали геймплея на E3 2016. Еще лучше, показали всего лишь небольшой дневник разработчиков. А первый полноценный геймплей показали лишь в конце 2016 года. И то там герой только ходил по замкнутой пещере. Потом утвердили релиз на март 2017. Но все равно нового геймплея никто не демонстрировал вплоть до февраля месяца. Показали немного нового геймплея и снова на этом затихли. Уже все это вызывало очень-очень много опасений. Потому что если ваша игра действительно классная, то почему вы ее стесняетесь показывать? Возможность ведь есть. Последним, скажем так, гвоздем в крышку гроба стал запрет на публикацию оценок игры раньше релиза. Даже прессе не дали возможность оценить ее заранее. Как итог, все эти опасения оправдались. Уже после релиза в сеть начали сливать детали процесс разработки. Сотрудники увольнялись. На работу нанимали непрофессионалов. Начальство настаивало на зашкаливающей политкорректности. Сроки урезались. Результаты не проверялся. И куча-куча других проблем тоже настигала разработчиков. EA все это видела, понимала, но ничего не делала. И скрывала. Какого результата они ожидали? Я не понимаю. Но имеем, что имеем. Если вы после всех этих моих слов подумали, что я только хейчу игру, то нет. Я ее добавлял в один из своих прошлых топов и прошелся по ней очень поверхностно. Сейчас, углубляясь, я повторюсь, что все еще в нее не играл и своего полноценного мнения о ней не имею. Но у меня есть некоторые друзья, которые прошли ее от начала и до конца. Один лучший друг и вовсе наиграл более 100 часов и выжил из нее максимум. Да, косяки есть, их никто не отрицает, но не все 100% сотрудников делали свою работу на отъебись. Достоинства у игры тоже есть и их можно найти. Мир игры огромен. Какие-то элементы исследования скучны, другие же могут затянуть. Сюжет средний. Даже если почитать отзывы на разных сайтах, то многие отмечают, что вторая половина игры не такая уже плохая. Поэтому, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 0 баллов из 10 игра точно не заслуживает. Да, провал. Но со своими достоинствами. Серьезно, к плюсам игры можно отнести даже сам факт ее выхода. Ведь если бы она не получилась такой, какова есть, то мы бы не увидели сотни забавных видосов по ее багам, каверы на главные музыкальные темы, отличные эмоциональные обзоры от разных блогеров и многое-многое другое. Даже не играя в игру, а всего лишь наблюдая за тем огромным взрывом обсуждений, было чертовски весело, и у нас этого не отнять. Своё отношение к игре и ко всему остальному вы можете написать в комментариях. Ну а я иду дальше. PlayerUnknown's Battlegrounds. Игра тихонечко так вышла в раннем доступе в Стиме в марте этого года, и казалось бы, ничего не предвещало беды, но потом случился взрыв, и были побиты все существующие мировые рекорды по онлайну. Помните, я в одном из моих прошлых видео показывал рекорд в 2 миллиона 800 тысяч игроков, в то время как в доту играло всего 800 тысяч. Так вот, с того времени в PUBG появилась новая карта, и онлайн вырос еще на миллиончик. Всегда на выходных онлайн этой игры превышает отметку в 3 миллиона игроков. Это какие-то невиданные ранее цифры. Такое чувство, что все геймеры мира объединились, чтобы играть именно в эту игру. Дота раньше максимум могла собрать миллиончик, кс тоже где-то так. Другие игры и близко к их результату не приближались, и тут на тебе такое событие. Каждый день онлайн в PUBG минимум 2 миллиона человек. По выходным больше 3 миллионов, и он только продолжает расти. Скоро будет 4, так еще и сама игра уже в официальный релиз вышла. В общем, у игры все хорошо и становится только лучше, но... Конечно же, такая популярность вызвала огромный общественный резонанс, и люди поделились на два лагеря. Одни игру боготворят, другие хейтят. Говорю сразу, я не отношусь ни к одному, ни к другому лагерю. У меня этой игры даже нет. Я не исключаю, что если бы я ее купил и залип с друзьями, то она бы мне понравилась, это 100%. Но не думаю, что меня хватило бы в ней надолго, я все-таки женат. А жена моя, это серия игр Battlefield, с которой мы живем душа в душу уже долгие годы, и каждый день хотя бы полчасика, но проводим вместе. Какие ваши предпочтения? Я не знаю, можете написать о них в комментариях. Ну так вот, возвращаемся в PUBG. Режим Королевская битва дебютировал не в PUBG, подобные игры выходили и раньше. Но так уж сложилось, что разработчики PUBG первые, кто объединили все лучшее, что когда-либо было в данном режиме, и поместили в одну единственную игру. Поэтому такой взрыв и произошел. Плюс, стоит также отметить, что разработчики не зажрались, как это часто бывает, и постоянно работают над игрой. В последнее время многие нахваливают оптимизацию, которая даже самым дряхлым железком накинула от 10 до 20 фпс производительности. Также фиксятся баги, добавляются новые возможности, оружие и прочие игровые фишки. А пожалуй, самое главное, это добавление новой карты. Серьезно, играть на одной карте годами, это полный пипец. Здесь же, как я уже сказал ранее, видна работа над игрой и очень даже активная. С PUBG начали даже сотрудничать и другие известные бренды. Рекламу игры можно повстречать на улицах города, но опуканы хейтеров все еще продолжают гореть. Как и всегда, я против любого негатива и хейта. По факту, даже невооруженным взглядом видна активная работа над игрой. Каждую неделю она обновляется и становится лучше. Так что, за что именно ее хейтят, я не понимаю. Читаки? Ну как бы они везде есть, в мире не без уродов. И чем больше онлайн у игры, тем выше вероятность того, что они будут вам попадаться. Кейсы? Ну так они дают только косметику. И на них еще и можно заработать себе на какую-то другую игру. Неадекватная аудитория, которая не играет, а фармит эти самые кейсы. Ну так камон, повторюсь, что чем больше у игры онлайн, тем больше вероятность встретить в ней моральных уродов. Так что, по сути, весь хейт игры сводится лишь к ее тотальной и мега зашкаливающей популярности. Скорее всего, я ее тоже рано или поздно куплю, я не отрицаю. Но надолго в ней меня, наверное, не хватит. Ибо не за горами последняя DLC для Battlefield 1 – Апокалипсис. Третий скандальный релиз этого года, который я решил обсудить, был уже не столь громким, но все же шуму наделал. Донат в одиночной игре Средиземье Тени Войны. Начался весь скандал даже не с кейсов, а с того, что один из разработчиков умер. И его решили увековечить в игре, путем создания уникального персонажа, которого можно было купить только за баблишко. Вот так ход, подумали игроки и взбунтовались еще задолго до релиза самой игры. Издатели под шумок заявили, что деньги, которые они получат с продажи этого персонажа, будут перечислены семье умершего разработчика. Вот это уже здорово, это простить можно, молодцы. Но снова появился камень преткновения. Дело в том, что внимательные игроки даже здесь нашли подвох и узнали, что половину денег с продажи этого самого персонажа все равно получит издатель. У кого-то снова заполыхало, но большинство игроков после этого свой пар все же охладили. Деньги ведь семья все-таки получит, так бы она не получила вообще ничего, а теперь получит хоть что-то, что как бы автоматически хорошо. Но после релиза игру снова постигла новая волна, ну скажем так, не такого яростного, но все же хейта. Хейт оказался не такой яростный, потому что игра-то получилась даже лучше первой части. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, она почти не изменилась, а лишь обзавелась ощутимыми нововведениями. И немного разнообразила исследования открытого мира. Ведь по факту это все та же гринделка. Поэтому очевидно, что те, кому первая часть понравилась, и вторая тоже, конечно же, зайдет. А тем, кому первая часть не понравилась и гриндить они не особо любят, тем, конечно же, и вторая тоже вообще не зайдет. В общем, все сугубо на любителя. Я же гриндить люблю, первая часть мне безумно понравилась и ко второй я отношусь исключительно положительно. Я такой игрок, который пока на 100% не исследует весь открытый мир, за сюжетку браться не будет. Я во все игры стараюсь играть именно так. Вот сейчас, например, Fallout 4 перепрохожу, уже почти 300 часов наиграл, а сюжетку еще даже не начинал. К чему я это все веду? Если играть вот так, как я, то к финалу игра не вызовет у вас никаких проблем. Вы просто будете уничтожать все на своем пути со своей непобедимой армией орков. Но вот если вы любите проходить только сюжетку, не обращая внимания на побочные задания, и в принципе не особо заморачиваетесь исследованием открытого мира, то в финале, не прокачавшись, вам придется потеть. И вот вытирая очередной пот со своего лица, игра будет вам намекать. Эй, парень, у нас тут донатик есть. Задонать и сейчас вообще на изи всех развалишь. Донатить или же продолжать потеть, решать вам. И здесь уже каждый игрок должен для себя решить, как на это реагировать. Например, для меня этих донатов вообще не существовало. Я сам могу очень даже неплохо раскачаться, и мне не жалко будет тех часов, которые я потрачу на гринд. Как раз по этой причине хейт в сторону игры и не был таким яростным. Проблема доната, она как бы существует, она есть. Но она не слишком назойлива, и игру совершенно спокойно можно пройти, даже не обращая на нее никакого внимания. Но все же я думаю, что скандал вокруг Средиземья мог разгореться еще сильнее, если бы не случился Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2. Рекордов по онлайну он, конечно, не бил, но вот скандал, который вокруг него разгорелся, можно назвать, пожалуй, самым масштабным и яростным за всю историю игровой индустрии. А дело в том, что в платную игру, которую вы покупаете за 60 баксов, завезли систему Pay to Win. Плати и побеждай. Плюс, на этой же системе донатных лутбоксов построили всю систему прогрессии. Но зато все DLC будут бесплатными, сказали издатели, но это не смогло остановить ту волну гнева, которую подняло сообщество. Самой главной проблемой игры, как я считаю, стали не донаты, хотя они тоже плохо, а система прокачки через эти самые донаты. Дело в том, что для того, чтобы открыть Дарта Вейдера, нужно было набить 60 тысяч очков, что равнялось чуть больше, чем целые сутки игры. А чтобы открыть вообще весь контент в игре, нужно было наиграть в нее чуть меньше, чем 5000 часов. От этих цифр я просто выпал в осадок. Например, я играю в Battlefield очень часто. Как только выходит новая часть, я навсегда бросаю старую. И вот с момента выхода Battlefield 1, я играю в нее каждый день. Иногда залипаю по жесткому целыми днями. Там, например, если новые задания вышли, или новые карты появились. А иногда могу всего лишь на полчасика зайти. Но так или иначе, с момента ее выхода, а это уже больше года, я играю в нее каждый день, и вот только 800 часов наиграл. Не за горами анонс новой части. Думаю, к моменту ее выхода я наиграю 1000 часов. Не считая задания, которые выходят с каждым новым DLC, весь контент в Battlefield 1 я открыл даже 100 часов в нее, не наиграв. Это было очень просто. А чтобы открыть все в Battlefront 2, необходимо, если быть точным, 4528 часов. Да в этой игре нас в прямом смысле этого слова заставляют жить. О каком нахрен фан-сервисе может идти речь, если обычному поклоннику Звездных Войн, у которого на игру есть всего пару часиков после работы, и 5 лет ежедневной игры не хватит, чтобы все это открыть. Да она ему, блин, через пару часов такими темпами надоест. В общем, это тотальная жопа. Но, чтобы не тратить на игру столько времени, игра предлагает вам задонатить. И за немалые бабосики открыть все сразу. Вот от этого пердаки-то у всех и загорелись. С такой системой прогрессии, игру вообще нет смысла покупать. Это худшая дрочильня в мире. Но стоит все же отметить, что на вот эту вот проблему разработчики обратили внимание почти сразу же. И понизили необходимое число очков в 5 раз. И вот с этого момента, на мой взгляд, основная проблема игры была решена. Не хочу, конечно, хвастаться, но в любом онлайн-шутере, так уж сложилось, я всегда нахожусь в топе по скиллу. Первые места всегда мои. Меня постоянно называют учитером, и просто адово ноют, что будут забрасывать меня страйками. То есть, понимаете, если у человека растут руки из жопы, то ему никакие перки и дополнительные донаты в любом случае не помогут. В любом игроке, который играет лучше, менее умелые игроки всегда будут видеть читера или потенциального донатера. Всегда в любой катке есть те, кто тащит, и те, кто отсасывают. Играя в Battlefront 2, я по факту вообще никакой разницы не ощутил от игры с перками и без. Как тащил на топ первом месте, так и тащу. Не умеющие играть как сосали, так и сосут. Перки дают лишь секундное или незначительное процентное преимущество. И не нужно вот сейчас бомбить. Давайте посмотрим на Battlefield. Перки, которые давали преимущество, там были всегда. На релизе они обошли Battlefield 1, но с недавних пор они были туда добавлены. Система точно такая же, как в Battlefront. Пару секунд преимущества бега, немного ускоренное лечение, уход от подавления, плюс к урону и так далее. Тоже мать его самое. Единственное их различие в том, что одни открываются просто так за выполнение определенных заданий, а другие рандомно выпадают с лутбоксов. Но мне, как и большинству игроков, на эти перки так насрать, что я ими не пользуюсь. Стоят стандартные, ну и хрен так сказать с ними. Но опять же, это Battlefield. В Battlefront'е все еще проще. Помимо перков, там просто до жопы уникальных героев. Там даже есть разные виды штурмовиков, которые по характеристикам сильно отличаются друг от друга. Даже первая часть была очень дисбалансной. Это игра Fun Service. Здесь все сделано для того, чтобы нагибать мог даже тот, кто впервые в жизни вообще к играм прикоснулся. Зашел, взял Дарта Вейдера и вперед применять силу. После релиза игры повыходило много видео от разных западных блогеров, которые показывали то самое перковое преимущество донатов, которого по факту-то и нет. Или же оно есть, но вообще почти незаметно. Все люди играли по-разному, лишь в зависимости от их уровня скилла. Поэтому лично мое мнение, что массовый хейт Battlefront'а оправдан лишь наполовину. Основная проблема игры была в системе прогрессии через лутбоксы. Лутбоксы и прогрессия как одно целое, это полная жопа, такого делать нельзя. А вот лутбоксы отдельно от прогрессии, это уже далеко не так смертельно. В том виде, в котором игра была изначально, она становилась попросту неиграбельна. Адская дрочильня. А лутбоксы и перки стали лишь искрой, которая подожгла накопившуюся злость игроков к донатам. Ноль баллов и такой травли игра точно не заслуживает. Вы только вдумайтесь, шизофрения ненависти и хейта доходила до такого уровня, что разработчикам угрожали расправой. Это ж насколько, блять, головой нужно поехать, чтобы так яростно ненавидеть игру и все, что с ней связано. Так делать точно нельзя. Не все люди, которые приложили к игре руку, клали на свою работу прибор. Многие люди занимались своим любимым делом и старались сделать все в лучшем виде. Вам в лицо плюнули жадные издатели. А оценкой ноль баллов вы плюете в лицо не только своим обидчикам, но и простым разработчикам, которые являются такими же обыкновенными трудягами, как и вы. И по завершению стоит добавить, что в игре не только исправили систему прогрессии, но и убрали все донаты. А DLC, которые уже выходят и будут выходить, все еще остались бесплатными. Да, донаты еще могут вернуть, но это вряд ли. Финансовые потери EA превысили 3 миллиарда долларов, и Disney настаивает на том, чтобы донатов больше не было. И даже если они вернутся в другом виде, то я вам уже рассказал, насколько с новой системой прогрессии они станут бесполезны. Безоговорочная победа игроков. Цель достигнута и даже перевыполнена, но оценку в ноль все равно никто не убирает. И вот уже к такому я отношусь крайне негативно. Несмотря на косяки, у игры также очень много достоинств, на которые стоило бы обратить внимание, а не слепо хейтить. Ну, как-то так. И о скандале рассказал, и свое мнение высказал. Ну и напоследок, какой-то одной игре, думаю, уделять внимание не стоит, ибо самые масштабные события я уже озвучил. Остальные скандалы шумели уже не так сильно. Очень много споров, как обычно, вызвала новая часть Call of Duty, которая вернулась к истокам, но кроме как сеттинг ничего больше не поменяла. Это одно мнение. Другое говорит об обратном. Мол, это лучшая Call of Duty во всех смыслах этого слова, которая выходила за последние годы. Какую сторону занимать, решать вам. Но в целом, такого негатива, как раньше, игра все же не собрала. И от всех она получила более-не-менее средние оценки. Еще одним событием года стал выход новой части Assassin's Creed Origins. Серия отдыхала годик, и ее возвращение стало весьма успешным. Почти что единогласно, Origins стала одной из лучших игр 2017 года. Серьезно, у нее даже спорных моментов почти нет. У нее везде рейтинги, как от простых игроков, так и от критиков, доходят до 80 и выше процентов. Это потрясающий успех, я с ним согласен, и, конечно же, как и всегда, безумно жду новую часть. Еще можно отметить релиз Resident Evil 7, которая стала небольшим перезапуском, без перезапуска, чем вызвало у большинства игроков восторг и высочайшие рейтинги, но хейтеры, конечно же, тоже были. Игрой года стала Legend of Zelda, самым популярным эксклюзивом PlayStation's Horizon Zero Dawn, а прорывом года можно назвать Hellblade. Это игра, которая была выпущена за финансы одних лишь разработчиков, и с горем пополам она окупилась, благодаря массовой поддержке игроков. Продолжать еще можно очень долго, но это уже к теме ролика не относится, так что я буду заканчивать. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на основной канал, на лайв-канал и вступайте в группу ВКонтакте, там вы найдете много чего интересного. Всем удачи и всем пока!